Подруги, привет! Добро пожаловать на мой канал! Как ваше настроение? Пишите мне в комментарии, как ваши дела, как ваше настроение. У нас начался декабрь, мы начинаем нашу предновогоднюю пору, и от этого настроение, конечно же, замечательное. Еще оно замечательное, потому что, наконец-то, я закончила свои тесты на овуляцию, и сегодня мы с вами об этом поговорим. Сразу могу сказать, что ой, как я в этом месяце стрессанула. Я уже подумала, что овуляции у меня в этом месяце не будет. Вот я подумала, все. Ну вот все. В этом месяце я без овуляции, значит, не то, чтобы у нас не получилось, и не то, чтобы там что-то пошло не так, а в принципе овуляции нет, и в этом месяце мы не забеременеем. То есть мы пролетаем еще на целый цикл. А тем не менее, тесты я делала, делала их очень-очень долго. Сегодня, чуть позже, покажу вам вот результат всех моих тестов. Посмотрите, сколько их. Просто огромное-огромное количество. Это все мои тесты на овуляцию. Но перед тем, как приступить к моим тестам и говорить о том, была у меня овуляция в этом месяце или нет, мне кажется, очень-очень важно поговорить по поводу того, как вообще работает женский цикл, и мне постараться дать вам приблизительную схему того, насколько я понимаю, как работает этот цикл, какие фазы этого цикла, и вот насколько я изучила этот вопрос. Конечно же, сразу скажу, что не нужно воспринимать ту информацию, которую я в этом ролике буду давать, за 100% корректную медицинскую информацию. Если вы планируете беременность и в принципе хотите изучить, как работает женский цикл или систему репродукции в целом, то, пожалуйста, обращайтесь, во-первых, к вашему гинекологу, к доктору, там, я не знаю, читайте достоверные источники в интернете в том же самом, и в принципе проверяйте всю информацию, которую вы находите с вашим доктором. Ничего никогда не предпринимайте без ведома вашего врача. Это самое-самое главное. Ну вот, это такая маленькая или, как обычно, немаленькая водная часть к моему видеоролику. Давайте приступать к женскому циклу, разберемся, как же он работает, и посмотрим результаты моего тестирования на овуляцию в этом месяце. Итак, наш цикл. Давайте попробуем разобрать первоначально нормальный, здоровый, регулярный цикл, который состоит из 28 дней. Цикл, он делится на фазы, и делится очень четко. Во-первых, его сразу можно поделить пополам. Первая фаза цикла у нас получается фолликулярная фаза, буду писать FF. Вторая большая фаза цикла – это у нас лютеиновая фаза, и посередине у нас получается овуляция. В фолликулярной фазе происходит очень много всего важного, и первым делом это, конечно же, наша менструация. Здесь я пишу M. Допустим, менструация у женщины 6 дней. Также в разные фазы цикла в нашем организме преобладают разные гормоны. В фолликулярной фазе это, как правило, эстроген и фолликулостимулирующий гормон. В лютеиновой фазе у нас преобладает прогестерон. Пока у нас идут месячные, в организме происходят еще некоторые процессы. Во-первых, гипофиз высвобождает фолликулостимулирующий гормон для того, чтобы в наших яичниках росли и развивались фолликулы. Их очень большое количество. Из этих фолликулов созревает и преобладает по итогу всего лишь один. То есть он растет и развивается быстрее больше других, остальные просто-напросто помирают. И из этого фолликула у нас по итогу во время овуляции будет высвобождаться наша яйцеклетка. То есть в этом фолликуле также созревает яйцеклетка. К 14 дню цикла в среднем эта яйцеклетка уже выходит из фолликула и она готова к оплодотворению. То есть она находится в трубе и ждет сперматозоида, который ее оплодотворит. В целом в таком цикле можно начинать тестировать овуляцию, начиная с дня 9-10. То есть здесь можно каждое утро и каждый вечер начинать делать тесты на овуляцию. Если овуляция у нас на 14 день, то тест на овуляцию покажет позитивный результат на 13 день. Это означает, что гипофиз также высвободил лютеинизирующий гормон, который говорит нашим яичникам и дает команду высвобождать яйцеклетку из фолликула. И таким образом на 14 день у нас высвобождается наша яйцеклетка. После того, как произошел всплеск лютеинизирующего гормона, которую, собственно, и читают наши тесты на овуляцию, яйцеклетке необходимо приблизительно 12-48 часов для того, чтобы выйти из своего фолликула. И, как правило, на следующий день это и происходит. И здесь уже яйцеклетка ждет своих сперматозоидов для оплодотворения. Без всплеска лютеинизирующего гормона овуляция, к сожалению, произойти не может. И также, несмотря на то, что всплеск произошел, это не 100% гарантия того, что овуляция произойдет. Что происходит дальше? Овуляция произошла, и, допустим, яйцеклетка у нас оплодотворилась. Фолликул, который высвободил эту яйцеклетку, он превращается в желтое тело, и в дальнейшем он сопровождает яйцеклетку для того, чтобы она росла, развивалась и безопасно могла погрузиться в стенку матки. Значит, матку мы рисуем здесь. И что же здесь происходит? Допустим, вот эта труба, по которой яйцеклетка будет опускаться в матку. В лютеиновой фазе у нас преобладает прогестерон. Это гормон, который позволяет яйцеклетке безопасно и надежно прикрепиться к стенке матки. Прогестерон, который как раз-таки производит желтое тело, он стимулирует утолщение стенки матки. То есть ее верхний слой, он начинает расти, размножаться, и стенка матки становится толстой. Потом яйцеклетка опускается по трубе в матку, и здесь происходит имплантация. Имплантация после овуляции происходит, как правило, с 6 по 12 день. Вот, например, если у нас овуляция была на 14 день, то имплантация будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, с 20 дня, 7, 8, 9, 10, 11, 12, по 26 день. То есть вот в этом промежутке у нас должна произойти имплантация. Что происходит во время имплантации? Стенка матки, она разрывается. То есть яйцеклетка, приближаясь к ней и пытаясь в нее погрузиться, она разрывает верхний слой и погружается в эту стенку матки. Сам верхний слой стенки матки, он тоже потихонечку здесь размножается. Там процесс, на самом деле, очень, конечно же, сложный. И он обволакивает вот эту яйцеклетку, закрывая ее полностью. И таким образом яйцеклеточка, которая освободилась от своего фолликула, она надежно прикреплена и в безопасности в стенке матки. Прогестерон как раз-таки будет способствовать тому, чтобы эта яйцеклетка успешно питалась, росла и развивалась. В тот момент, когда яйцеклетка разрывает стенку матки, может быть небольшое кровотечение. И это как раз-таки то кровотечение, которое женщина может видеть во время имплантации на своем белье. Например, если имплантация произошла попозже, то есть не на шестой день, а ближе к дате месячных, то женщина может подумать, о, начинаются мои месячные, может быть, даже немного рано. Но на самом деле отличить очень легко. Значит, здесь не будет никакого потока, это больше будет мазание. И цвет крови, он будет без вкраплений, ярко-розовый, либо больше в коричневую сторону. То есть он будет отличаться и по виду от кровотечения месячных. И, как правило, это кровотечение, оно занимает от одного до пары дней. То есть буквально чуть-чуть помазала тут и там, это мазание может прекратиться, может снова возобновиться, но в очень-очень маленьких объемах. И после имплантации оно вовсе заканчивается. И когда яйцеклетка успешно имплантируется в стенку матки, тогда гипофиз начинает производить ХГЧ. То есть это тот гормон, который тесты на беременность уже увидят и смогут дать позитивный результат. Некоторые тесты на беременность обещают показать позитивный результат за 5 дней до задержки, или, получается, за 4 дня до предполагаемой даты следующих месячных. И это получается, что если у нас 28 дней цикл, значит, здесь начинается у нас новый цикл, то есть вроде должны пойти месячные. И тестироваться мы можем, значит, раз, два, три, четыре, с 25 дня, здесь каждый день утром, с первой мочой можно делать тесты на беременность. Первая моча нужна просто потому, что ХГЧ в такой моче будет наиболее концентрированным и наиболее высокий шанс, что тест вот на таких ранних сроках покажет позитивный результат. Хотя, если, например, тест на беременность показывает аж до первого дня месячных негативный результат, это абсолютно не означает, что женщина не забеременела. Здесь просто нужно подождать задержки и сделать тест еще раз. Также, если говорить про тесты на беременность, то есть есть такое понятие, как ДПО, то есть аббревиатура ДПО, которая означает «дни после овуляции». Эту аббревиатуру в гинекологии чаще всего используют в случае ЭКО, но в целом, если вы начинаете тестировать свою беременность, использовать тесты на беременность, то вы можете, например, начинать делать тесты, например, 10 ДПО, то есть это на 10-й день после овуляции. Если вы своему гинекологу скажете, что первый тест я сделала 10 ДПО, она будет понимать, что это имеется в виду как раз-таки 10-й день после овуляции. Что происходит, если мы не входим в число женщин, у которых вот такой идеальный цикл, 28 дней и очень стабильный? Может произойти такое, что у нас цикл сильно длиннее, то есть, например, до 34 дней. В целом цикл регулярным считается, если его колебания не более 2 дней. Вот, например, если в одном месяце у вас цикл был 29 дней, в следующем месяце цикл 31 день, тогда считается цикл регулярным. Но если у вас в этом месяце цикл был 29 дней, и в следующем он у вас 33, или, например, еще в следующем месяце вместо 33 он у вас 28, то это уже считается нерегулярный цикл. Во всех случаях, когда цикл длиннее 34 дней и короче 26 дней, здесь отмечаю, нужно обратиться к гинекологу и проверить, все ли с вами в порядке. Если, например, у нас цикл 34 дня, то овуляция наша, скорее всего, произойдет ближе к 20 дню. В целом она может произойти и позже. И здесь уместно будет начать тестироваться с 14 дня. Каждый день, утром, вечером овуляцию тестировать до положительного результата. Причем овуляцию тестировать следует около 11-12 дня, не с самого утра, потому что лютонизирующий гормон, он высвобождается рано-рано утром. Но для него нужно немного больше времени, чем в случае, например, ХГЧ, чтобы показаться в системе. Он не покажется, скорее всего, в самой первой утренней моче. Поэтому здесь нужно тестироваться самое ранее в 11-12 и повторить тестирование в 18-19 вечера. Для того, чтобы убедиться, что именно в этот день всплеск лютонизирующего гормона произошел или не произошел. Вы, например, можете сделать тест в 11-12, но даже в это время не всегда лютонизирующий гормон покажется. И если вы не станете делать тест вечером, а сделаете его на следующий день снова в 11-12, то вы пропустите уже ваш позитивный результат здесь. Таким образом, у нас немного некорректно получается время, которое вы можете рассчитывать для вашей овуляции. Вы можете здесь не сделать тест, не увидеть ваш смайлик, например, сделать на следующий день и подумать, что только сегодня у нас произошла наша овуляция. Следовательно, в ближайшие 12-48 часов произойдет наша овуляция, когда на самом деле она произойдет немного раньше, чем вот это время. И это очень важно при планировании наших романтических встреч с мужем. Понятное дело, что самое лучшее сексом заниматься вот здесь каждый второй день для того, чтобы максимально покрыть наше фертильное окно. Но в жизни жизнь у людей могут быть командировки, у людей могут быть поздние вечера, могут быть задержки на работе, могут быть, я не знаю, там разные-разные обстоятельства, по которым у нас может не получаться вот регулярно каждый второй день заниматься сексом. Поэтому, когда мы рассчитываем нашу овуляцию и пытаемся понять, когда точно она произошла, лучше тесты проводить утром и вечером. Тогда мы получим более корректный результат. Зная, что сперматозоиды живут в организме женщины до 5 дней, тогда лучше начинать заниматься сексом как минимум 5 дней до нашей овуляции. Например, в этом случае это будет 15 день, потом 17, потом 19 и ко дню овуляции каждый день и в день овуляции, и еще день после овуляции. Учитывая, что у нас вот здесь есть 12-48 часов, и мы точно не знаем, когда овуляция произойдет. Она может на самом деле произойти вот прям в крайний поздний срок, например, в 21 день. Поэтому очень важно сексом заняться и один день после, ну, самого раннего срока, например, вот в этом случае после 20-го числа. Если вернуться к нашему идеальному циклу, то здесь мы можем начинать заниматься сексом 10-й день, 12-й день, потом мы увидели всплеск, мы занимаемся 13-й, 14-й и 15-й. Таким образом мы закрепляем результат. Хотя, конечно же, сексом можно заниматься после и, в принципе, ради удовольствия. И также наш цикл может быть очень-очень коротким. Например, вот самый короткий – это 26 дней. Вот здесь у нас получается 26 дней. И таким образом наша овуляция, скорее всего, произойдет на 11-й, 12-й день. И здесь, если месячные у нас 6 дней, то тестировать овуляцию нужно начинать буквально сразу после окончания наших месячных. И также сексом следует заняться сразу после окончания месячных. В этом случае у нас получится, что мы занимаемся 7-го, 9-го, 11-го, 12-го. Ну и можно еще 13-й захватить, хотя раз уж такая песня, можно и 10-й. Здесь, на самом деле, действительно очень-очень мало дней и очень мало времени для больших гуляний. Поэтому лучше здесь работать усердно. И также может быть ситуация, когда у женщины, во-первых, нерегулярный цикл, хотя такая ситуация может быть и в регулярном цикле, когда у нас нерегулярная овуляция. То есть овуляция может происходить и на 14-й день, и на 19-й день, и на 22-й день. И в целом женщина не знает, когда овуляция будет происходить. В таких случаях у нас получается, что у нас месячные, значит, ну, как обычно, 5-6 дней, или как у кого, может быть, 7 дней, это не так важно. Дальше у нас начинается наша фолликулярная фаза, потом лютеиновая фаза. И что же происходит, когда наша овуляция гуляет? Значит, например, цикл 28 дней. Мы знаем, что овуляция должна произойти на 14-й день. Но по нашему опыту мы видим, что овуляция у нас происходила и в 14-й, в другой цикл, например, в 19-й день, в другой цикл еще в 22-й день. В таких случаях, конечно же, нужно тестироваться с самого-самого начала и вплоть до позитивного результата. В целом у нас заканчиваются наши месячные, и мы можем начинать тестироваться, там, например, седьмого дня каждый день два раза утром-вечером мы делаем тесты. Это, конечно же, требует дисциплины от женщины и также дополнительных финансовых уложений, потому что все-таки тесты у нас не дешевые. Тем более, что в России не купишь большие вот эти комплекты из 50 тестов, и вместо этого ты покупаешь коробочки, где максимум 5 тестов, и то нужного количества в аптеках практически никогда нет. Помимо тестов, еще приближение овуляции можно проверять по симптомам нашего организма. Приближаясь ко дню овуляции, наш организм также нам дает сигналы. Во-первых, меняются выделения из влагалища женщины. Выделения ближе ко дню овуляции, они становятся более прозрачными. По своей консистенции они напоминают яичный белок, и они очень тягучие. И вот когда ты попытаешься между пальцами вот эти выделения вот так вот развести, то вот этот развод или тягучесть, она должна быть как минимум 1-2 сантиметра. Это очень-очень важно, поскольку такие выделения помогут нашим сперматозоидам легче продвигаться по влагалищу, матке и до трубы, в которой ждет наша яйцеклетка. Когда у нас этих выделений очень мало или они недостаточно такие скользкие, тягучие, это означает, что в организме также есть какое-то нарушение, либо больше стресса, либо мы едим неправильно, либо мы теряем вес или наоборот, резко набираем вес. И организм не выделяет эти выделения в нужном объеме. И это очень-очень усложнит жизнь нашим сперматозоидам, то есть им будет намного более сложно добраться до яйцеклетки. Также мы можем измерять базальную температуру. Базальную температуру измеряют утром, еще не встав с кровати, ее можно измерять ректально, вагинально и орально. К сожалению, самый достоверный способ – это ректальное измерение. Во время овуляции произойдут колебания температуры, и она будет отличаться от температуры в другие дни. И по ней мы тоже сможем судить, что овуляция приближается или уже происходит. Также еще очень важный момент – это стабильность фаз цикла. Когда начинается наш цикл, начинается и фолликулярная фаза. Она перекликается с нашими месячными. И вместе с месячными здесь выделяется фолликулостимулирующий гормон, как я уже рассказывала, который помогает созревать фолликулу, который в дальнейшем высвободит нашу яйцеклетку. Если, например, эта фаза нестабильна, и овуляция наша, которая, возможно, гуляет, она произойдет намного раньше, например, вместо 14 дня она произойдет на 10 день, вот здесь, то здесь нашему организму не будет хватать времени для того, чтобы взрастить наш фолликул, и в нем созрела качественная, хорошая яйцеклетка. А это означает, что яйцеклетка, которая так рано высвободится, она просто-напросто не сможет оплодотвориться. И также очень большой проблемой становится нестабильность лютеиновой фазы. К примеру, как правило, лютеиновая фаза должна быть 14-15 дней, ну, собственно, ровно так же, как и фолликулярная. Если эта фаза, например, 10 дней, и вот здесь у нас она заканчивается, то это означает, что у нас заканчивается этот цикл, то есть это начало нового цикла. После овуляции, которая, например, произошла нормально в 14 день, начинает работать прогестерон. И если эта фаза очень короткая, то нашему организму просто не хватит времени произвести достаточное количество прогестерона, который, в свою очередь, будет работать над тем, чтобы утолстилась наша стенка матки. И таким образом получится, что яйцеклетка, которая уже опустилась в стенку матки, здесь, она готова имплантироваться. Но у нас начинаются новые месячные. Организм понимает, что нужно просто производить новый цикл и создать менструацию. И что происходит? Яйцеклетка пытается прикрепиться, она, может быть, даже прикрепилась, но организм начинает разрушать верхний слой стенки матки и просто все это дело выводить в виде новых месячных. И все. И все это дело выходит. Поэтому, когда мы пытаемся забеременеть, и у нас цикл за циклом не получается, до 35 лет это до года, то есть до 12 месяцев не получается, а после 35 лет это 6 месяцев не получается. Тогда в этих случаях нам следует обратиться к гинекологу и проверить, регулярный ли у нас цикл, стабильные ли у нас фазы этого цикла, созревают ли наши фолликулы, происходит ли наша овуляция, достаточно ли в нашем организме прогестерона, эстрогена, фолликулостимулирующего гормона и то же самое лютеинизирующего гормона. Все эти гормоны нужно проверять. И также делать УЗИ, чтобы посмотреть, что происходит с нашей стенкой матки. И давайте посмотрим, как это выглядит на примере. Извиняюсь сразу за свой листок, потому что мой ребенок его просто уничтожил. Значит, здесь вы видите все тесты, которые я делала в этом цикле. То есть это все мои тесты на овуляцию. Во-первых, я делала тесты Фраутест и Клерблу. Делала их два раза в день, утром и вечером. И утром Фраутест я дублировала также тестом Клерблу, для того, чтобы уж точно убедиться, что овуляция либо наступила, либо ее нет и нужно продолжать тестирование. И как раз-таки в этом месяце я убедилась, что моя овуляция абсолютно нерегулярная. То есть она может произойти как в 11 день, то есть это самое раннее, когда я свою овуляцию определяла, и также по 18 день – это самое позднее, когда я когда-либо определяла свою овуляцию. И тесты на овуляцию выглядят следующим образом. Это обычные стрипы, и здесь вы видите две полоски. Отличаются они от тестов на беременность тем, что здесь практически всегда будут сразу две полоски. Но это не означает, что результат позитивный. В этом случае нам нужно смотреть на цвет и интенсивность полоски. Если, например, контрольная полоска, которая ближе вот в этом случае к зеленой части этого теста, она яркая, интенсивная и очень заметная, то вторая тестовая полоска, она бледная. Это означает, что результат теста негативная овуляция не наступает. Также, если, например, есть контрольная линия, а тестовой нет, то это также означает, что тест негативный. В целом здесь две полоски просто потому, потому что лютоинизирующий гормон в системе женщины присутствует практически всегда в той или иной концентрации. И вот я начала в этом месяце тестироваться седьмого дня своего цикла. И вот так выглядят мои тесты. В какие-то моменты, например, на десятый день моя тестовая полоска вовсе пропадала. На одиннадцатый день она возвращалась. На двенадцатый также утром она была, вечером ее не было. На четырнадцатый день я уже вижу, что снова негативный результат. И я понимаю, что что-то как-то мы припозднились. Потому что предыдущий цикл у меня овуляция показалась на одиннадцатый день. Ну, или точнее сказать, позитивный тест показался на одиннадцатый день моего цикла. А тут ничего. Нет, 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 нет. К пятнадцатому дню я сильно уже начала нервничать. Но полосочка моя вторая вернулась. И это на самом деле был хороший-хороший признак. И вот я докатилась до восемнадцатого дня, когда утром я сделала тест. И утренний тест он также показал негативно. Но, внимание, вечерний тест показал позитивно. И фрау-тест, и клер-блу, видите, здесь у меня указан смайлик. Оба теста показали позитивно. И все, я знала, что наконец-то моя овуляция, хоть и поздняя, она все-таки произошла. Я продолжила тестирование еще до двадцатого дня вечера. Для того, чтобы посмотреть, когда моя полоска станет более блеклой. И вот как раз-таки вечером двадцатого дня она уже стала немного более прозрачная. И не столь интенсивная, как контрольная полосочка. И вот по этому тестированию я для себя поняла, что было очень-очень полезно проводить тестирование практически весь цикл. После окончания месячных, для того, чтобы понять, что на самом деле происходит с моим организмом. И, может быть, таким образом начать понимать, почему не удается забеременеть. И вот мой календарь прекрасно показывает, насколько может гулять и цикл, и овуляция. Например, май здесь цикл, значит, 33 дня. Овуляция была на восемнадцатый день. Потом июнь – тридцать дней. На пятнадцатый день овуляция. Июль – здесь у нас получается двадцать девять дней. Овуляция на четырнадцатый. Август – двадцать восемь дней на тринадцатый день. Потом сентябрь – тридцать один день. И на шестнадцатый день. Октябрь – двадцать восемь дней. И овуляция здесь на двенадцатый день. И дальше – ноябрь. Тут у нас получается вообще двадцать шесть дней. И овуляция у меня на девятнадцатый. То есть смайлик показал восемнадцатый. Хотя вот этот календарь предварительно планировал на четырнадцатый. Этот календарь, на самом деле, он планирует цикл и овуляцию, исходя из стандартных, средних показателей. Но в целом здесь сильно отличается реальная картинка от того, что календарь прогнозировал в начале месяца. Поэтому, в общем, я понимаю, что тесты на овуляцию и, в принципе, пристальное слежение за своим циклом, оно необходимо для того, чтобы успешно забеременеть. В первый раз, конечно, нам повезло, мы это сделали с первого раза. Но в этот раз вот у нас уже попытка номер четыре. Здесь по нашим сердечкам вы видите, что мы решили в этом месяце прислушаться к вашим комментариям, советам. И несмотря на результат овуляции, мы делом занимались каждый второй день. И когда все-таки смайлик показался, то здесь мы бомбанули три дня подряд. Так что очень надеемся, что результат закрепили, и он будет позитивный. Через две недели мы будем с вами делать тест на беременность. Что у нас получается в декабре? Значит, сегодня, на день съемки 2 декабря, календарь, в силу моих вот этих колебаний, немного адаптирует свои прогнозы и дал мне вот эту серую зону два дня, 33-34 день, когда могут начаться месячные. Но в целом он запланировал мои месячные вообще на 35 день. То есть он решил, что все-таки сильно я тут колеблюсь, поэтому, наверное, цикл следующий будет очень-очень длинным. Ну, посмотрим. Я планирую начать делать тесты на беременность 7-го числа, то есть 28-го дня моего цикла. И будем, как и в прошлый раз, каждый день делать тесты на беременность и смотреть, получится ли у нас с вами градация второй полоски на тесте на беременность. Ну, в общем, подруги, вот такой вот у нас результат. С результат сумасшедший просто получился у меня месяц. То есть, получается, с 7-го дня вплоть до 20-го я делала тесты. Я думаю, вы поймете, насколько волнительно для меня было каждое утро и каждый вечер делать эти тесты в ожидании моей овуляции. Особенно, когда эта овуляция не наступала, не наступала и не наступала. В общем, это как раз-таки такой живой пример того, что может быть по-разному. Но что самое главное для себя? Какие правила вообще женщины, которая пытается забеременеть, у которой не получается с самого-самого начала, я для себя усвоила? Первое правило, которое я усвоила, это правильность моего решения изучать свой цикл от месяца к месяцу. То есть, тестировать не только беременность, но тестировать и овуляцию. Потому что такие тесты и наблюдения за своим организмом, они мне показали очень важную картину, которая на самом деле, скорее всего, не позволяла нам забеременеть предыдущие циклы. То есть, это первое правило, которое я для себя усвоила, изучай. И это поможет тебе забеременеть. Второе, я поняла, что всегда есть отклонение от нормы, всегда есть отклонение от среднего. И я как раз-таки попала в это число. Не только из-за того, что у меня цикл гуляет, он сильно нерегулярный, то есть он от 26 до 33 дней, но и так же моя овуляция гуляет. И овуляция у меня не происходит ровно в середину цикла, как это должно быть. Овуляция может наступить в 11, 14 и даже в 22 день твоего цикла. И здесь нужно вот просто идти до конца, тестироваться, пока ты не увидишь свой позитивный результат. А в случаях, когда все-таки есть месяцы, в котором у нас овуляции не происходит, такое, кстати говоря, тоже может быть, больше стресса, больше усталости, может быть, какие-то медикаменты. В принципе, куча разных причин, по которым овуляция может вовсе и не быть. Кстати, еще, если мы сильно играемся с нашим весом, то есть мы сильно его набираем или стремительно его теряем, это тоже очень опасно, и из-за этого овуляции может не быть. Короче, даже если этой овуляции в цикле нет, расстраиваться не стоит, для спокойствия души можно сходить к своему доктору, провериться и выполнить его рекомендации к более успешному месяцу в будущем. И последнее, что я для себя усвоила в этом цикле, это всегда нужно оставаться позитивной. Не думать о том, что будет, если не будет. Что будет, если будет. А что, если я не смогу забеременеть больше никогда. А что, если у меня какие-то там проблемы со здоровьем. Черт возьми, об этом нельзя думать. Вот когда ты планируешь беременность, во-первых, нужно думать позитивно, нужно настраиваться, что в этом месяце у нас получится. И не нужно бояться того, что вот, а если не получится, я расстроюсь, я разочаруюсь, и как же, как же, как же я буду. Нет, об этом нельзя думать. Нужно думать о том, что у нас обязательно все получится. Дальше, нужно погружаться в эту тему. Я в этом месяце прям вся, мне кажется, в детях. Я смотрю влоги про баб, которые делают тесты на беременность. Я смотрю влоги, где бабы беременеют. Как они делают вечеринки там, определение пола ребенка, ну, или объявление пола ребенка, роды. Вот все это я смотрю, и вот прям целыми днями у меня перед глазами младенцы, младенцы, младенцы и беременные бабы. Тесты на беременность, позитивные тесты на беременность. И я как-то наполняюсь этой информацией, этим настроением, и вот прям беременею, понимаете, в голове своей я беременею. И мне кажется, это самое-самое важное. И именно вот такой вот настрой мне помог, вот сколько у нас получается, 4 попытки. Именно вот такой вот настрой, он помог мне не расстраиваться, не разочаровываться, а сразу же, вот в секунду думать, так, что в следующем цикле я буду делать по-другому? Так, какие ошибки я могла допустить в этом цикле? Так, мне нужно изучить еще, как работает цикл, чтобы понять, может быть, где-то что-то я упускаю. И вот именно благодаря этому я вот прям в таком супер-позитиве, в супер-беременном настрое. Ой, мне кажется, к новогодним праздникам это была бы прекрасная новость. И вот с таким прекрасным настроением мы могли бы отправляться вот прям в свой новогодний отпуск. Что скажете? Да? Мне кажется, уж точно. Как я уже сказала, мы с вами ждем сейчас 2 недели. Ровно за неделю до предполагаемой даты моих месячных я буду делать тесты на беременность. И до Нового года вы узнаете новости о том, забеременели мы или нет. Но этот маленький художник тут уже изрисовал всю свою красивую мордашку. Да? Кто изрисовался? И нам, как обычно, пора спать. Да? Мы с котенком пойдем укладываться. Вам желаю доброго дня. Всем, кто беременеет вместе со мной, сил, терпения и удачи. Всем, кто уже забеременел, поздравляю. Это самые-самые лучшие новости. И ваши комментарии о том, что вы забеременели под моими роликами, они всегда поднимают мне настроение и помогают мне оставаться вот в этом беременном настрое. Так что всегда пишите комментарии, делитесь своим опытом. Рассказывайте мне, как с вашей овуляцией, как ваш опыт с этим всем вопросом. Тестируетесь ли вы, или, может быть, вы делаете только тесты на беременность. Ну, или, может быть, еще какие-то методы вы используете. Обязательно в комментариях пишите. Потому что и для меня, и для моих подруг, которые тоже стараются забеременеть, это всегда будет самым-самым полезным контентом именно от вас. На сегодня я с вами прощаюсь. Желаю всем доброго дня. Еще раз поздравляю с наступающими праздниками. И увидимся в следующем моем видеоролике. Держим кулаки. Пока.